Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу о уже хаплаке мертвых, разбивая молнии, мы говорим о пользе психических расстройств. Потому что зрители высказали ряд претензий по поводу того, что мы их напугали тяжестью керезонного тревожного расстройства, и это им не понравилось. Ну, мы решили, ну хорошо, давайте мы расскажем о положительных сторонах психического расстройства. Действительно, как у любой медали, у психического расстройства есть и полезная сторона. И она существует, и, конечно, люди должны об этом знать. Сегодня мы будем рассказывать о пользе тяжелых, без дураков, тяжелых психических расстройств. Даже у этих тяжелых психических расстройств есть польза. О чем мы будем сегодня говорить? Прежде всего, о шизофрении. Ну, понятно, что у шизофрении очень и очень тяжелое расстройство. Двуглавый дракон, причем одновременно снижается активность дофаминовых нейронов в коре головного мозга и повышается в мезолимбической системе. Отсюда возникают два типа симптомов. Они очень и очень тяжелые, потому что это бред, это галлюцинации, это дезорганизованное мышление, это грубо нарушенное поведение, это переживание о владении контроля, когда человеку кажется, что его контролирует какая-то внешняя сила, вплоть до того, что внушает ему определенные мысли, даже мысли не его. Возникает негативный симптом, гиподофаминовый, когда у человека суженный, притупленный, неоплощенный эффект, скудность речи, о булии ему ничего не хочется, нет мотивации, а социальность, он не вступает в социальные контакты, у него ангидония, его ничего не радует. Вот это действительно тяжелое психическое расстройство, мы об этом рассказывали. Вот, например, американская классификация психической расстройств, чем она отличается, почему приходится часто ее цитировать, чем она отличается от МКБ, женой классификации болезней, тем, что там обязательно про каждое расстройство говорится о том, как оно течет, и какие последствия от этого психического расстройства. Там, например, говорится о том, что благоприятное течение отмечается примерно у 20% больных шизофрении, Отмечаются, конечно, случаи полного выздоровления, но, тем не менее, большинство больных шизофрении требует длительного лечения, помощи формальной, неформальной. Отмечаются случаи хронического течения с обострениями ремиссии, которые не поддаются резистентной терапии. Отмечаются у некоторых больных прогрессирующие ухудшения в состоянии, несмотря даже на то, что их лечат тяжелое психическое расстройство. Обратите внимание, значительная социальная и профессиональная дезадаптация и дисфункция. Многие пациенты отказываются от продолжения учебы, от работы, даже не из-за своих психических расстройств, а сколько из того, что они тяжело больны, им просто очень-очень сложно отказываться от работы, от учебы. Большинство тех, кто работает, они работают на более низком уровне, чем могли бы. Так что, действительно, тяжелое психическое расстройство. Почему же даже у этого психического расстройства есть определенная польза? Обратите внимание, жизнь человеческого общества, она очень изменчива. Возникла, например, специальная военная операция и возникла необходимость в мобилизации. И вот тут-то и выяснилось, что на самом деле вот здесь руководящие документы, которыми мы руководствуемся, которыми руководствуются, в частности, призывные комиссии. И вот здесь-то выяснилось, что такой диагноз, как шизофрения, это освобождение любой диагноз шизофрении, любой диагноз любой тяжести, это всегда освобождение от мобилизации, освобождение от военной службы. Вы здесь видите шизофрения, это статья о расписании болезни вы видите, и дальше непонятные слова графа 1, графа 2, графа 3 и буковка D. Что это такое? Обратите внимание, графы это категории граждан, призывники лица призывного возраста, военнослужащие, не имеющие офицерское звание, контрактники, то есть те, кто еще и офицерское звание они имеют. В общем, короче говоря, все абсолютно все люди, которых могут призывать, если есть шизофрения, то это диагноз D. Еще раз говорю, абсолютно не нужно ни тяжелое течение, там какое-нибудь легкое течение, абсолютно не важно, сам по себе диагноз шизофрения, наличие диагноза категория D не годен к военной службе в любое время, в том числе и военной. И вот это тяжелое психическое расстройство, шизофрения, здесь она, конечно, играет совершенно другими красками, то есть здесь оно приносит определенную пользу пациенту, который страдает шизофренией. На самом деле, это очень важно знать, есть множество других тяжелых расстройств, например, поражение головного мозга, так называемые органические, вызванные какими-то заболеваниями, где необходимо подтверждать врачу, что заболевание течет достаточно тяжело. Но, например, даже такое заболевание, скажем, как нейросифилис, это поражение сифилисом головного мозга, которое само по себе очень и очень тяжелое, надо все равно доказывать, что здесь тяжесть течения. Для шизофрении никакой тяжести течения не требуется, даже если, помните, там все-таки бывает 20% случаев благоприятное течение, случаев лечения, но наличие диагноза шизофрения, освобождение от мобилизации, освобождение от психической, от службы в армии, соответственно, я свободен, словно птица в небесах, как поется в песне. Так что, зачем я это все рассказываю? У любой медали есть всегда две стороны. С одной стороны, конечно, тяжелое заболевание часто приводит к инвалидизации, с другой стороны, все-таки есть в любом, даже самом тяжелом психическом расстройстве что-то хорошее. И вот это что-то хорошее можно увидеть, и об этом что-то чем-то хорошим надо обязательно рассказывать. Поэтому, пожалуйста, постите наш ролик сегодняшний, рассказывайте об этом ролике, рассказывайте о нашем канале, подписывайтесь на наш канал. Пускай вот эти жизнеутверждающие данные, они будут известны многим людям. Ну, пишите комменты, ставьте лайки, ставьте спонсорам нашего канала, хотите облагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!